Рекурсия 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 Данные в памяти, они постоянно появляются как новые переменные. И каждый раз, когда мы работаем с подобными алгоритмами в оперативной памяти, появляются все новые и новые переменные. И это самый главный минус рекурсии. Создание огромного количества переменных приводит к тому, что программа начинает очень активно поедать, скажем так, свободное место в системном стеке. Эта конструкция нужна операционной системе для того, чтобы хранить переменные своих программ. И рекурсия этот стек очень быстро заполняет. Беда в том, что в любой современной операционной системе, кроме некоторых особых исключений, размер такой конструкции, как системный стек, ограничен. Из-за этого ваша программа не может занять сколько угодно памяти. Ну, во-первых, вы, конечно, ограничены объемами свободной оперативной памяти, это естественно. Но еще и ваша программа не может создать столько переменных, сколько ей хочется. Именно поэтому появляются такие конструкции в программировании, как динамические структуры данных, как динамические списки, где при помощи нескольких адресных данных мы создаем переменные, при этом храним данные, но не создаем сами переменные, сами вот эти вот объекты кода. Беда основная в том, что практически все рекурсивные алгоритмы когда-нибудь при каком-нибудь наборе данных обязательно исчерпают этот самый стек. Он статический, он фиксированного размера. И приведет это к очень неприятным последствиям. Любая современная операционная система контролирует заполнение этого стека. И если он закончился, то программа, ну, в большинстве случаев, в большинстве ситуаций просто отключается без объяснения причин. Ну, связано это с некоторыми особенностями современных операционных систем. Дело в том, что создание большого количества переменных может быть нужно для осуществления некой, ну, в общем-то, по большому счету, вредоносной деятельности. Когда программа начинает записывать много служебных сведений о себе, о других программах, это считается весьма небезопасным. Во-первых. Во-вторых, программа, исчерпавшая системный стек, может попытаться влезть в память, обходя различные запреты операционной системы. Это тоже плохо. Поэтому рекурсивные алгоритмы действительно очень опасны. Почему же их все пишут? Ну, во-первых, как я уже сказал, они довольно эффективны, достаточно быстро работают. А во-вторых, их очень легко объяснить, они абсолютно элементарно формулируются, и их очень легко программировать. Программы получаются очень компактные, как я уже сказал, состоящие из совершенно небольшого количества команд. Давайте мы с вами на примере алгоритма рекурсивного быстрой сортировки поговорим о том, что такое вообще эффективность алгоритмов, обсудим, как они формулируются, ну и, собственно говоря, вот так формулируется в классическом виде быстрая сортировка. Ну, собственно говоря, этот алгоритм появился не пять минут назад. Придуман этот алгоритм был очень-очень давно, и на самом деле является подтверждением, ну, абсолютно всех, что называется, прописных истин, и что все гениальное просто, и что рекурсивные алгоритмы – это просто, красиво и понятно. На самом деле, до рекурсивного алгоритма, до быстрой сортировки вот этой существовало множество других сортировок. И все, кто хоть раз в жизни программировал сортировку сам, а не пользовался тем, что готово, уже вот на блюдечке вам дают язык программирования, этот человек знает, что существует, например, такая сортировка, как пузырьковая сортировка, пожалуй, самая известная, которую всегда в школах программируют, в вузах, ну, конечно, если в школе и в вузе предмет информатики не совмещен с ОБЖ и физкультурой. Это алгоритмы перестановки, это алгоритмы с переменной местами данных, это алгоритмы просеивания, это алгоритмы с выбором и так далее. На самом деле, различных алгоритмов уже столько много, что очень часто их даже уже не просто там как-то нумеруют, как-то называют, а группируют в наборы. Достаточно сказать, что в современном мире различных видов алгоритмов сортировки три категории, уже не 10, не 20 алгоритмов, а три категории, и там в каждой много-много алгоритмов разработано. Все эти алгоритмы разделяются прежде всего по понятию эффективности, о котором я вот так вот часто говорю. Они различаются количеством выполняемых действий. И если классические алгоритмы, тот же пузырек, который многим известен, тот же алгоритм перестановок, тот же алгоритм вставок, на самом деле не очень-то эффективны все эти алгоритмы, то есть алгоритмы, которые работают очень быстро. Есть алгоритмы, которые работают очень быстро в конкретных ситуациях, при конкретных условиях. Ну, например, когда алгоритм длиною не более чем столько-то элементов, когда некоторые элементы в массиве подчинены какому-то закону, когда некий набор данных взялся не просто так, а построен был на основе каких-то формул, каких-то расчетов. Во всех этих случаях существуют уникальные специальные методы сортировки, которые работают очень-очень быстро. Но порядка 40 лет назад была придумана сортировка, которая стала, ну, фактически универсальной. Дело в том, что быстрая сортировка называется так не потому, что это там красивая фраза и вот быстрая сортировка, которая бог его знает, как там работает, а потому что это действительно один из самых эффективных, то есть с самым маленьким содержанием команд, алгоритмов сортировки для массивов общего положения. Имеется в виду данные абсолютно случайные, не подчиненные каким-либо законам. Кстати, встретить такие данные на компьютере очень сложно. Дело в том, что современный компьютер не умеет, как я думаю, вы знаете, вычислять случайные числа. Если для кого-то я сейчас сделал какое-то открытие, ну, почитайте на досуге описание того, как компьютеры рассчитывают случайные данные. На самом деле все это простейшие формулы, алгоритмы, известные. Например, используется так называемое нормальное распределение в языке C и так далее. Если данные поступают из реального мира, если работает какой-то прибор, если мы говорим о результатах какого-то эксперимента, то данные будут абсолютно хаотичны. И подчиняться каким-то стандартным, известным там тысячу лет назад законам они вряд ли будут. И вот тогда выходит на передний план так называемая быстрая сортировка. Алгоритм, который является самым эффективным в случае, если массив, во-первых, большой, и, во-вторых, заполнен случайными данными, неподчиненными каким-либо законам, то есть данные абсолютно хаотично в массиве расположены. Тогда, то есть в самой плохой ситуации, когда вообще ничего о данных сказать нельзя, когда их очень много, быстрая сортировка оказывается самым эффективным алгоритмом сортировки. Устроена она очень просто. Это, к слову, о том, почему алгоритмы рекурсивные так популярны. Дело в том, что описать на словах алгоритм быстрой сортировки можно совершенно элементарно. Что такое быстрая сортировка? Ну, собственно, все устроено следующим образом. Представим себе набор данных, массив. Ну, для простоты из чисел. Вообще, всегда данные, когда начинают как-то упорядочивать, обрабатывать, сначала говорят о числах, потом появляются строки, потом появляются базы данных. Сначала просто числа. Данные не отсортированы, нам их нужно упорядочить. Вопрос сначала. Да, естественно. В каком направлении? Ответ. Все абсолютно алгоритмы и вот алгоритмы сортировок, быстрая сортировка формулируются всегда для сортировки по возрастанию. То есть, любой алгоритм в любой книжке описывается всегда для возрастающих данных. То есть, мы сортируем по возрастанию. Это стандартное направление сортировки. Достаточно сказать, что именно по возрастанию мы сортируем текст, когда сортируем его по алфавиту. Потому что, если мы посмотрим на расположение символов в кодировке символов, мы с вами узнаем, что символы кодируются от А до Я. Именно в этом порядке, от A до Z, да, то есть по порядку символов в алфавите. Так вот, данные сортируются по возрастанию. У нас есть массив. Как его отсортировать? Все мы знаем методы пузырька, методы перестановок, где там ищется максимум, ставится на последнее место, где сравниваются элементы попарно. Все эти алгоритмы очень неэффективны. Почему? Потому что, если представить себе массив, изначально упорядоченный по убыванию, практически все алгоритмы будут тупо переставлять элементы, пока, ну, собственно говоря, у нас не кончится вообще все возможное время. Существует в математике такая важнейшая конструкция, как оценка. Есть O большой, есть O маленькая. Так вот, O большое, как оценка действий, не более чего-то. Для алгоритмов пузырька, перестановок, вот всех тех алгоритмов сортировки, которые вам известны, это N квадрат. O от N квадрат действий, где N размер массива. То есть все обычные алгоритмы при неудачном стечении обстоятельств выполняют N квадрат операций. Это очень-очень долго. Представьте себе данные, в которых миллион элементов. Миллион в квадрате, ну, это, короче, очень долго работает. Соответственно, что такое метод быстрой сортировки? Он формулируется следующим образом. Возьмем массив и возьмем в нем какой-нибудь элемент. Ну, вот как у меня нарисовано на картинке на слайде в этой презентации. Данный элемент чему-то равен. Ну, какое-то значение имеет. Совершенно неважно, какое. Для того, чтобы отсортировать данные, мы делаем очень простую вещь. Мы переставляем вправо, в правую часть массива, направо от этого элемента, все, которые больше либо равны ему, вот как у меня нарисовано, а налево меньше либо равны этому. Причем порядок нас не волнует. Мы просто их переставляем. То есть нашли элемент, который меньше некого итого элемента, ставим налево. Нашли элемент, который больше итого элемента, ну, или равно, естественно, везде, Ставим его, соответственно, направо. То есть идея очень простая. Как говорится, принцип разделяя и властвуй. Берем элемент, налево переставляем все, которые меньше его, направо все, которые больше. Что нам это дает? Нам это дает такую первую упорядоченность. У нас есть набор данных, которые строго меньше чего-то, и набор данных, которые строго больше чего-то. Что нужно сделать, чтобы закончить эту идею? А очень просто. Нужно в каждой из частей, получившихся, в левой и в правой, повторить эти действия еще раз. То есть выбрать новый элемент, переставить налево все, которые меньше его, направо все, которые больше его, и так далее. В какой-то момент все данные отсортируются. Идея, согласитесь, очень простая. Почему она самая эффективная? А все очень просто. Потому что на каждом шаге мы уменьшаем размер данных, с которыми работаем. Плюс элемент, который мы выбираем, случайный. Если он случайный, может оказаться так, что слева уже меньше его, а справа уже больше. И ничего проверять не нужно. Если произвести оценку этого алгоритма, если его формально выписать, формальное описание этого алгоритма, конечно, чуть дольше, чем вот эта вот идея, которую я сейчас формулировал. Вот так формально описывается этот алгоритм. То можно посчитать и сделать оценку количества шагов этого алгоритма. Оказывается, что эта оценка самая эффективная среди всех алгоритмов сортировки. Есть те, которые работают быстрее, но они работают быстрее только при дополнительных условиях. А наш алгоритм работает максимально быстро. Вот вопрос. При чем же тут рекурсивные алгоритмы? Ну, казалось бы, простой алгоритм, простая идея, быстро, легко описали, 5 минут не прошло. При чем тут рекурсия? А рекурсия тут вот при чем. Что такое моя фраза? Берем левую и правую часть, повторяем описанные действия. Это либо цикл, либо рекурсия. Почему рекурсия здесь лучше и проще? Смотрите. Что такое рекурсивный алгоритм прежде всего? Это алгоритм, который повторяет описанные действия не просто как цикл, а он работает каждый раз как будто бы заново. Вы вызываете повторно рекурсивную часть алгоритма, рекурсивную функцию вызываете еще раз. И она как будто бы с нуля заново запускается. Согласитесь, что с точки зрения моего алгоритма совершенно не важно, успел я выбрать элементы, раскидать налево-направо данные, не успел я этого сделать. Каждый из кусочков массива – это массив. Рекурсивные алгоритмы идеальны для обработки данных, для реализации алгоритмов, которые рисуются в виде так называемой алгоритмической конструкции дерева. Когда мы решаем какую-то задачу, в которой неважно, в какой момент мы начинаем смотреть на данные, скорее всего, это именно рекурсивный алгоритм. Потому что что такое цикл? Цикл – это повторение каких-то одних и тех же действий. Чтобы цикл мог работать все время как бы с чистого листа, нужно ему создавать кучу дополнительных переменных, нужно что-то делать с этим циклом, нужно, возможно, создавать вспомогательные массивы, а это расходует много памяти. И поэтому появляется идея. А давайте сделаем очень просто. Давайте наш алгоритм, нашу быструю сортировку оформим следующим образом. Мы напишем функцию, которая умеет всего лишь навсего делать только очень простую вещь. То есть ничего не умеет делать, кроме вот чего. Она берет какой-то элемент массива и налево ставит те, которые меньше его, направо те, которые больше. А потом вызывает саму себя от левой и от правой части. Вопрос первый. Почему эти функции, почему эта функция и эти функции, они же будут много-много раз себя вызывать, когда-нибудь выключатся? Ну, ответ очень простой. Потому что алгоритм конечен, массив конечен, данных ограниченное количество. Почему алгоритм нигде не запутается и не застрянет? А вот это первый минус такого подхода. Рекурсивные алгоритмы очень легко программируются. У них простая идея, вот та, которую я сейчас описал, и код очень простой и короткий. Но это все, конечно, замечательно, кроме одного небольшого нюанса. Дело в том, что когда алгоритм рекурсивный написан, все действительно просто, красиво и замечательно. Я сейчас чуть позже покажу код на языке C, где уже реализована быстрая сортировка, и мы с вами порадуемся, там 10-12 строчек кода и все. Но написать этот код очень сложно. Рекурсивные алгоритмы очень простые. Идея тривиальная, коротенькая, там, несколько фраз. Но программировать их непросто, потому что сложно понять, как сделать так, чтобы все работало корректно, чтобы нигде ничего не поломалось, чтобы все было в порядке. Рекурсивные алгоритмы очень простые, очень наглядные, их легко понять. Но эту идею всегда тяжело перевести в виде кода, запрограммировать в виде программы, написать какой-то код. Соответственно, почему вот эта вот идея, да, с написанием функции, с вызовом ее повторно из самой себя работает? Да потому что каждая часть нашего массива – это опять массив. И не нужно ни о чем думать. Не надо думать о том, что мы уже разделили, что не разделили. Мы просто поделили элемент на части, поделили, поделили, поделили. И в какой-то момент дойдем до двух-трех элементов, которые уже переставятся, и все будет в порядке. Что происходит затем? Затем каждая из ветвей алгоритма, каждая из частей алгоритма. Вот, кстати, у меня здесь на слайде что-то типа этого дерева как раз и нарисовано. Разделили, разделили, разделили и так далее. Они закончатся, каждая из функций выключится. То есть она переставит свои элементы и в какой-то момент выключится. А значит, в какой-то момент выключатся все функции, вызванные из первой. То есть вызовется и первая функция. Это так закончится и первая функция. Это так называемый обратный шаг рекурсии. Представить себе его очень легко. Представьте себе, что у нас есть следующая картинка. Значит, ну, к сожалению, вот планшета у меня нет, а без планшета я рисую не очень хорошо. Ну, как получится. Представьте себе, что у меня есть вызов функции. Вот здесь я вызвал функцию. Потом из нее я вызвал еще несколько функций точно таких же. Из них вызвал еще функции. Я сейчас дерево рисую. Кто его раньше никогда не видел, вот смотрите. И так далее. Ну, понятно, что дальше рисовать можно, но это будет очень мелко. И так далее. То есть каждая функция вызывает несколько функций. Что происходит потом? Вот, допустим, вот эта функция выключилась. Куда вернется работа программы? Куда передастся управление, как говорят программисты? Обратно на предыдущий шаг. Выключится вот этот шажочек. Куда передастся управление? Обратно. Мы попадем вот сюда. Эта функция ведь тоже выключится, правильно? Ну, если те функции отработали, передали управление обратно, значит и это выключится и передаст управление обратно. Так выключатся все вот эти функции. Я уж не буду дальше рисовать. И в какой-то момент выключится самая первая функция, с которой все началось. То есть мы как бы уйдем в рекурсию и вернемся из этой рекурсии обратно. Что произойдет в результате? В результате, как показано на вот этой картинке, наши данные будут отсортированы. Почему? Ну, потому что мы каждый раз переставляем элементы налево-направо, меньше и больше, данных конечное количество. Мы их постоянно все меньше и меньше делим, все точнее и точнее смотрим на данные, а значит алгоритм быстро закончится. А теперь очевидное соображение. Почему это работает быстро? А все очень просто. Вот у меня есть массив. Вот он здесь большой. Здесь уже половинки этого массива. Да? Здесь уже, ну, если мы пополам делим, уже четверти. То есть каждый раз я работаю с данными, которые уменьшаются в геометрической прогрессии, а значит это должно работать очень быстро. Действительно, это так. Количество шагов, количество шагов вот в этой последовательности, глубина вот этого набора, она на самом деле зависит от размера массива, но не прямо пропорционально там ни в квадрате, ни в каком, а как обычный логарифм. И получается, что да, мы должны обработать n данных, но глубина алгоритма всего лишь логарифм. А значит эффективность нашего алгоритма n умножить на логарифм n. Это гораздо меньше, чем n в квадрате, и это самое маленькое количество шагов, если мы говорим о случайных данных, которые взялись абсолютно случайно откуда-то, да, и пришли в нашу программу. Соответственно, вот так формулируется, вот так описывается рекурсивный алгоритм сортировки, быстрая сортировка. Ну и вот так она реализуется. Обратите внимание, что вот это все и есть быстрая сортировка. В ней раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну плюс там еще, ну вот одиннадцать-двенадцать строчек, но очень мало. Вот рекурсивный вызов. Функция вызывает саму себя. Когда каждый из этих рекурсивных шагов закончится, когда мы вот вернемся, как вот на этой картинке показано обратно, выключится и вся эта функция, и данные будут отсортированы. Давайте посмотрим, ну, не вдаваясь особо сильно в подробности, чтобы не превращать, да, это все в изучение синтаксиса языка C на написанный код. Итак, есть функция, которая работает с какими-то данными. Ну вот есть какие-то данные. Очевидно, начало и конец массива. Есть временные переменные, и выбирается некое отправное значение. Выбирается некое значение, некий эталонный элемент. Ну, здесь используется битовый сдвиг, то есть мы выбираем, да, середину. Значит, и затем происходит очень простая вещь. Перемещаются элементы массива. Вот эта вот часть, это перестановка элементов местами. Известная всем, как правило, трех переменных. Когда при помощи третьей переменной две обмениваются местами. И здесь происходит следующая вещь. Мы смотрим на элементы, нашли тот, который меньше эталонного, надо его переставить. Нашли тот, который больше, надо переставить. Так делаем до тех пор, пока не дойдем до какого-то консенсуса. То, что мы не идем до середины, это очень важно, потому что элементы меньше и больше может закончиться раньше. Помните, я сказал, что, а вдруг слева уже меньше, а справа уже больше. Мы быстренько все обработаем и даже ничего переставлять не будем. А затем происходит самое интересное. Если мы оказались в ситуации, что у нас элементы массива правые, мы вызываем повторно наш алгоритм от этой правой части. Если оказалось, что на самом деле у нас часть левая, мы вызываем этот алгоритм от левой части разделенного массива. Для него нет разницы для этого алгоритма. Массив целиковый, уже поделен на какие-то части. Да ему наплевать. Ему просто сказали, вот есть элемент из какого-то по такой-то. Разберись. Он разбирается. Ну и дальше у меня есть простенький примерчик использования этой функции. Некий массив, который я там набил сегодня во время лекции, во время лабораторки на предыдущем занятии, которое у меня с утра было. Вот. И вот вызов этой функции. Здесь 9 элементов. Массив. Я его печатаю на экране. Запускаем программу. И, пожалуйста, массив отсортирован. То есть, действительно, и объяснить, и сформулировать, и запрограммировать, ну, конечно, если иметь соответствующий опыт, рекурсивный алгоритм – просто одно удовольствие. Но вот беда. Рекурсивный алгоритм – это, конечно, здорово. Основной плюс рекурсивного алгоритма – это потрясающее быстродействие. Но вот беда. Во-первых, метод неустойчив. Это связано с тем, что данные могут быть случайными. А значит, мы можем случайно попасть в данные плохого вида. Ну, например, как говорят, в экстремумы. В минимум или максимум. И тогда придется переставлять все элементы в одну или другую сторону. То есть, мы потеряем один из шагов. Мы потеряем один из шагов алгоритма. Мы всегда думали, что мы делим налево-направо, перекидываем элементы. Но согласитесь, ведь тех, которых меньше и тех, которых больше, может быть неравное число. И элементы могут немножко подвинуться. Может так оказаться, что меньше их больше, значит, левая часть будет больше, правых больше, правая будет больше. А может так оказаться, что мы попали в максимум. Тогда правой части не будет вообще. И мы впустую потеряем один шаг алгоритма. Во-первых. Во-вторых, алгоритм использует огромное количество дополнительной памяти. Вот эта третья переменная для правила трех переменных, которая была в моем коде, она нужна на каждом шаге моего рекурсивного алгоритма, каждому вызову функции. А она фактически лишняя. Эта переменная ничего не делает. Она нужна только для того, чтобы быстро и просто написать перестановку элементов местами. Поэтому, как говорил мой первый преподаватель по алгоритмам в университете, царство ему небесное, замечательный был человек, рекурсия – это лажа. Почему? Потому что рекурсия – это, конечно, легко, просто понять, замечательно программируется. Но рекурсия расходует много памяти, причем именно на уровне переменных. А я уже сказал, почему это плохо, почему это хуже, чем там просто массив создать. Переменные – это стэк, стэк ограничен, все, беда. У меня в какой-то группе по C в свое время, ну, слушателю стало интересно. Он провел эксперимент и выяснил, что вот на наших среднестатистических компьютерах, которые стоят в центре, можно уйти в рекурсию глубиной не более чем полтора миллиона шагов. А потом программа просто Windows-ом отключается и все. Во-первых. Во-вторых, в рекурсивных алгоритмах легко запутаться. В-третьих, в рекурсивных алгоритмах могут быть абсолютно пустые шаги. Да, вот, как я сказал, метод неустойчив. Поэтому существуют методы улучшения таких алгоритмов. И первый из них, как ни странно, это полностью отказаться от рекурсии. На самом деле отказаться от рекурсии можно. И простые алгоритмы, изначально предназначенные для создания рекурсивных программ, программировать без рекурсии. Вообще без рекурсии. Но это сопряжено с некоторыми трудностями. Первая трудность – это то, что вы вручную должны будете работать с огромным количеством переменных. Естественно, вы будете работать с ними сами, а значит, сможете их в нужный момент удалить или создать. Вообще запомните, что когда компьютер начинает думать за вас, вот, когда язык программирования начинает сам освобождать память, когда язык программирования начинает сам заводить за вас переменные, есть такие языки и так далее, именно в этом месте в коде у вас появляется ошибка. Как только программист перестает думать, именно в этом месте происходят проблемы. То есть современное программирование – это замечательная вещь, потрясающая, удобная, простая, красивая. Но, к сожалению, заниматься современным программированием нужно только если вы знаете, как делать так, чтобы ничего не сломалось. И это проблема, потому что очень многие современные программисты просто не знают, как сделать так, чтобы современная программа в конечном итоге не развалилась. Ну и, собственно говоря, если мы начинаем сами управлять переменными, естественно, наш код получается лучше. Как только мы сами переменные создаем, удаляем, у нас нет проблем со стеком. Но ведь эти переменные будут нужны постоянно, они будут подчиняться каким-то своим законам. А значит, нам придется, скорее всего, при программировании изначально рекурсивного алгоритма без рекурсии вручную программировать стек. Это мгновенно усложняет программу, это мгновенно увеличивает количество кода, который вы пишете. Но, и вот это самое потрясающее, при грамотном программировании, если человек специалист, если он эксперт в программировании, в алгоритмах, это может оказаться с точки зрения команд даже более эффективным, чем реализация с рекурсией. Например, представьте себе, что мы случайно попали в экстрему. Случайно попали в максимальный элемент последовательности, как мы с вами выяснили, в обычной рекурсии просто мы потеряем один шаг, потому что правой части не будет. Если мы все программируем вручную, мы можем отслеживать такие ситуации и упрощать программу, разбивать оставшуюся часть сразу дополнительно не на две части, как бы получилось, да, а сразу на несколько частей. Например, сразу на четыре. Ну, почему? Ведь массив остался целиковым, да, сразу можно выбрать дополнительные данные. То есть можно запустить наш алгоритм внутри, сразу поделив его пополам. А почему бы и нет? То есть мы можем создавать, как говорят программисты, модификации алгоритмов. Да, программировать их будет сложнее, но при этом, при всем, они будут работать надежнее. Можно найти в интернете совершенно без проблем реализацию быстрой сортировки без рекурсии. Скажу сразу, почему я не показываю этот код. Ну, просто потому что он почти в три раза длиннее вот того, что я вам показал, и в нем, ну, разбираться надо до завтра сидеть здесь. Вот. Поэтому вот это вот да, это у рекурсии не отнять. Рекурсия очень легко формулируется. Рекурсия, рекурсию очень легко понять. Идею рекурсии. После того, как она запрограммирована, если все правильно, аккуратно запрограммировать, да, она очень коротенькая, очень компактный, элементарный, короткий код, но рекурсию сложно понять. Рекурсия расходует ресурсы компьютера, рекурсии очень тяжело управлять. Поэтому, собственно, если подводить некий итог моего рассказа, после этого, да, мы перейдем к вопросам, если у вас таковые имеются, нужно сказать следующее. Рекурсивные алгоритмы – это очень красиво, это замечательно, это здорово, это хорошо, наглядно. Их нужно и можно программировать, потому что они действительно экономят время. В некоторых ситуациях несложных они позволяют действительно все сделать очень красиво, но если у вас задача сложная, если вы не занимаетесь там какими-то бизнес-задачами, текущими повседневными прикладными задачами в рамках вашей компании, если вы пишете код, который должен работать, грубо говоря, с проектированием атомных реакторов с расчетом траектории полета на Марс и прочего, возможно, что рекурсивный алгоритм просто у вас не заработает. И тогда придется от него отказываться. То есть, да, рекурсивные алгоритмы – это просто красиво и удобно, но пользоваться ими, к сожалению, не всегда получается и удается. Особенно это касается программ, работающих со сложной объемной математикой и с какими-то серьезными задачами системными. В тех же клиент-серверных программах тоже иногда встречаются рекурсии. Там это тоже может сыграть с программистом злую шутку. Это, с одной стороны, вроде просто, с другой стороны, проведет к совершенно чудовищным последствиям перерасхода памяти и так далее. Вот что представляет из себя рекурсия. То есть, вот такие это части того, что называют алгоритмами. Вообще, алгоритмическое программирование, алгоритмы – это очень интересно. И вот у меня будут семинары еще в течение этого года по другим некоторым видам алгоритмов. Кому будет интересно, можете об этом послушать. Я и в математике кое-что буду рассказывать. О некоторых численных задачах в программировании. В том числе будет рассказ о численном дифференцировании, интегрировании. Будут задачи системного программирования. Алгоритмы в системных задачах – это те же самые стеки. Все это еще предстоит, но будет, наверное, уже ближе к лету, ближе к осени. Так что вот всех приглашаю. Так, Алла, давайте я сначала отвечу на ваш вопрос. Рекурсия не используется в бизнес-задачах по одной простой причине. Например, если написать в виде рекурсии быструю сортировку, то для небольших объемов данных, ну что значит небольших? Это там десятки, даже сотни тысяч данных. Быстрая сортировка будет работать неэффективно. У меня вот есть такое знаменитое упражнение, которое я вот иногда даю слушателям, которые им там нравится всякая математика в программировании. Это сравнить скорость работы обычного пузырька, ну правда с модификацией, не тупого в лоб он медленно работает, а пузырька с модификацией. И быстрой сортировки. И выясняется, что когда в массиве там пара тысяч элементов, пузырек работает быстрее. То есть алгоритмы используются не из той сложности, что они тяжелые, да? Ну какая тут сложность, я вот сегодня тут за пять минут эту идею описал, да? Они не используются именно из-за того, что они неэффективны при работе с небольшими объемами данных. Расход памяти, постоянный повторный вызов функций. Все это замедляет работу программы. Алгоритмы получаются нестабильными. Они то работают быстро, то медленно, и из-за этого их, собственно, и не используют. Они, если данных мало, экономят времени меньше, чем расходуют на все вот эти вызовы, передачи данных и прочее. Денис, значит, на C-шарпе все то же самое можно написать. Значит, единственное, что в C-шарпе массивы передаются, да, не так, как в C, в C++ по указателям. Они передаются явно, да, как, собственно говоря, фактически ссылки, вот, но, да, Алла, пожалуйста, вот, да, но код будет точно такой же. Рекурсивный вызов, пожалуйста, вот, но тут нужно помнить одну вещь. Я, к сожалению, не очень люблю компанию Microsoft, мало пишу под Windows, вот, но, насколько я знаю, в C-шарпе есть свои внутренние ограничения на рекурсию. Вот, то есть, действительно, есть моменты в современных языках, которые не дают просто так рекурсию создавать и описывать. Есть языки, где рекурсивные алгоритмы вот в таком явном виде запрещено использовать. Вот, но нет ничего невозможного, то есть код, в принципе, остается примерно тем же самым. Единственное, массивы передаются, да, то есть по частям передаются здесь вот как сдвиги по указателям в C-шарпе, в других языках будут передаваться просто части этих массивов.